В начале месяца депутаты Краевой Думы утвердили бюджет региона на ближайшие три года. Закон о главном финансовом документе региона традиционно прошел три чтения. В первом определили основные направления социально-экономического развития края, во втором распланировали доходы и расходы, а также рассмотрели поправки, внесенные губернатором. Их было 124. Итого, на следующий год, 2020, бюджет предлагается утвердить с доходной частью в 108 миллиардов 200 миллионов рублей. Дефицит составит около 7 миллиардов. В бюджете учтены собственные доходы края, это 80 миллиардов. В основном это налоговые и неналоговые отчисления. Остальные средства должны поступить из федерального бюджета в рамках разных программ. Так что сумма пока не точная. Уже после принятия бюджета стало известно, что казну Хабаровского края в следующем году пополнят 2 миллиарда 700 миллионов рублей. Дополнительные средства поступят из федерального центра. Что касается дефицита, его планируют понижать за счет собственных доходов и снижения расходов. Банковских займов больше не будет. Такая практика применялась в прошлые годы, из-за чего накопился большой госдолг. Подробнее поговорим об этом с нашим гостем в студии Ирина Зикунова, председатель законодательной думы Хабаровского края, доктор экономических наук. Доброе утро. Ирина Валерьевна, доброе утро. Доброе утро. Давайте начнем наш разговор с вопроса. Как формируется бюджет края и с чего он состоит? Бюджет – это классический финансовый план. По большому счету он сочетает в себе две сбалансированные статьи крупные. Это доходы и расходы. Прежде всего, конечно, определяется по части расходов. Потому что расходы инерционно перетекают из одного периода в другой. И по линии различных министерств и ведомств, с учетом их подведомственных учреждений, формируется вот этот свод, грандиозный совершенно свод затрат, в котором учитывается все. И расходы на оплату труда, и облагающие их налоги, и сопровождающие расходы, связанные с закупками, с содержанием, расходами на энергию и так далее, и так далее. Значительное количество расходов нашего бюджета, связанное с формированием системы социальной поддержки. Это огромная совокупность получателей тех или иных форм субсидий, пособий и так далее. Есть большие затраты, связанные с субсидированием тарифов, энерготарифов, они тоже заливаются в бюджет. То есть вот эта расчетно-аналитическая работа, плановая аналитическая работа, поистине грандиозна. Она начинается, по большому счету, где-то с мая месяца. И эта работа вот так называемых главных распорядителей бюджетных средств, прежде всего, министерств. Затем, когда формируется видение интегрированной такой оценки, конечно, важно понимать, на какую доходную составляющую бюджет может рассчитывать. Понятно, что, как вы заметили, здесь значительная доля представлена собственными краевыми доходами, налоговыми и неналоговыми. Это 80 с небольшим миллиардов рублей. И в составе этих доходов значительную часть составляет, прежде всего, налог на доходы физических лиц. Его доля достигает 37%. Далее, очень хорошим источником финансирования, с экономической точки зрения, служат те налоги, которые связаны с деятельностью бизнеса. Это налоги на прибыль и упрощенка. Порядка четверти бюджета в совокупности, вот из числа налоговых и неналоговых расходов, формирует вот это поступление. Налог на имущество, иные доходы, плата за природные ресурсы и так далее. А вот неналоговые поступления, это что? Это доходы, связанные с деятельностью объектов государственной собственности, то есть то, что получают краевые, унитарные предприятия, то, что мы получаем в виде штрафов, различных санкций и так далее. То есть эти доходы небольшие, но потихоньку эта величина также набегает и формирует вот эту часть. Надо понимать, что на территории края в связи с реализацией различных национальных проектов и программ реализуются те проекты, которые охватывают во времени, отрезки времени, не исчисляющиеся только одним годом. То есть есть переходящие, да, объекты финансирования, куда заливаются и краевые, и федеральные средства. Есть среднесрочные программы, по которым предопределено поступление доходов со стороны федерального бюджета в формате вот таких межбюджетных трансфертов. Вся эта совокупность, федеральная составляющая, она достигает 30-30 с небольшим миллиардов. По этому году, в прошлом году, это было около 35 миллиардов рублей. Вот так формируется бюджет. Понятно, что вот эта часть, которая связана с оценкой значимых поступлений НДФЛ и налоги на бизнес, она зависит от качества прогнозирования деловой активности, качества прогнозирования вообще в принципе хозяйственной деятельности на территории края. И вот этой работой занимается Министерство экономического развития. То есть их значимая роль состоит, и очень непростая роль состоит в прогнозировании вот этих доходных поступлений. Вот такой процесс большой. Да, разобрались. Но вот говорят, дефицит бюджета. Что значит это понятие? И вообще как возникает дефицит? Все достаточно просто. Если мы неизбежно сталкиваемся с необходимостью профинансировать именно вот этот объем расходов, предопределенный социальными обязательствами, пролонгированными обязательствами по капитальному строительству и развитию, мы выходим на некую неизбежную величину затрат. Но располагая теми доходами, которыми мы располагаем, мы понимаем, что мы не вписываемся, и тогда возникает такое понятие, как дефицит. С точки зрения такой вот общей логики экономики, консервативного отношения к любым финансовым рискам, дефицит это плохо. Но, к сожалению, дефицит, это в какой-то степени сложившаяся практика планирования бюджетов. Значительное количество государственных бюджетов, уровня субъектов, идут по пути. Планирование с дефицитом, а затем изыскание средств для того, чтобы этот дефицит финансировать. И вот дефицит предстоящего года, это 7,2 миллиарда рублей. То есть сократился, да? По сравнению с прошлым годом, да, это сокращение порядка на 600 миллионов. И дальше, если посмотреть среднесрочный прогноз, то это примерно такое миллиардное снижение дефицита ежегодно. Но, знаете, говорят, что, чтобы избавиться от дефицита, нужно не только думать над тем, как сокращать расходы, но и над тем, как увеличивать доходы. Вот вы, как экономист, как считаете, есть ли у нас потенциал для увлечения доходной части бюджета? Один из самых серьезных, самых важных вопросов, которые вы задаете сейчас, именно этот вопрос, он буквально звучит в устах оппонирующих партий, он звучит в устах представителей от бизнеса. Вот я назвала вам источники получения доходов самые такие хорошие и большие источники. Прежде всего, приращение доходов, возможно, за счет роста заработной платы, а это непосредственно связано с ростом социально-экономической активности. То есть, если на территории края будут формироваться бизнес-единицы, то тогда, естественно, это будет создавать занятость, создавать фонды заработной платы и помимо доходов, от которых идут налоги на прибыль, будут поступать налоги на доходы физических лиц. От чего это зависит и почему это, в общем, топчется, по крайней мере, в отношении вот этих двух налогов, два последних года, вот если анализировать предыдущий год, находятся на некотором таком стабильном состоянии, мягко говоря. Дело в том, что раскручивание, развитие деловой активности – это определенные инвестиционные циклы, определенные инвестиционные этапы. То есть до получения какого-то позитивного импульса к инвестиционной активности нужно, чтобы у инвесторов сложилась готовность, дальше идет освоение инвестиций, и после этого стартуют операционные циклы. То есть очень быстро сдвигать экономическую активность достаточно сложно. К счастью и к сожалению одновременно те инструменты стимулирования деловой активности, которые в настоящее время получили развитие на территории нашего края, а именно это инструменты ТАСЭР, это Дальневосточный гектар и прочие такие вещи, они с одной стороны сопровождаются значительными бюджетными обязательствами по формированию инфраструктуры, с другой стороны заводят бизнес в такие льготные режимы, от которых доходы перерастают не очень. Доходы бюджета имеются в виду. И именно крупное, связанное с освоением природных богатств, бизнес-единицы являются нередко не резидентами краевыми, и в то же самое время являются обладателями пакета налоговых преференций, от которых тоже бюджет не очень перерастает. Вот задача заключается в том, чтобы на базе грандиозного совершенно краевого потенциала, и он правда грандиозен с точки зрения и природных ресурсов, и транспортного транзитного положения, и человеческого фактора, и системы науки и образования, все это в крае есть. Задача заключается в том, чтобы укреплять и развивать резидентский состав бизнеса, и бизнеса прежде всего в среднем и крупном секторе, потому что от доходности и процветания этого бизнеса порождается мультипликативный эффект к развитию малого и среднего бизнеса. Но еще самое главное, чтобы они платили налоги непосредственно здесь, но... Вот примерно такой хороший путь превращения доходов мне видится для бюджета. Елена Валеновна, если еще вот коротко, то на что будут направлены основные средства в будущем году? Ну это социально ориентированный бюджет, мы широко говорили об этом, даже вот называя три крупные программы здравоохранения, образования и социальная защита населения, это порядка 65 миллиардов, но рядом с ними есть то, что связано с развитием спорта, это 4 миллиарда, около 2 миллиардов это культура, то, что связано с жилищно-коммунальным служением, это тоже большое количество средств. То есть бюджет, он, мне кажется, даже более чем на 70% бюджет ориентированный на социальную поддержку, на создание предпосылок для роста благосостояния и реальных доходов населения. Елена Валерьевна, вам большое спасибо и поздравляем вас с наступающим Новым годом. Спасибо, очень взаимно, у вас очень красиво сегодня, я желаю вам чудесного совершенно сегодня дня, добрых предновогодних времен, времени, праздников, поздравлений. Спасибо, обязательно увидимся в следующем году. У нас в студии была Ирина Зикунова, председатель Законодательной думы Хабаровского края, доктор экономических наук. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова